Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о эстрадном певце Льве Лещенко и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В течение последних трех недель вся общественность России и просто неравнодушные люди с волнением следили за трагической судьбой легенды советской и российской эстрады и членом антикоррупционного комитета Львом Валерьяновичем Лещенко. Гордость советской музыки Лев Лещенко во время служебной командировки подвергся жесткому нападению в поезде Уфа-Челябинск. Храбрый мужчина, несмотря на почтенный возраст, повел себя как настоящий герой. В вагон-ресторане он заступился за двух женщин, которых оскорбляли хулиганы, однако в ответ преступники избили Льва Лещенко и сбросили его с поезда. Наконец-то сегодня утром, благодаря работе полиции и членов антикоррупционного комитета, была поставлена жирная точка в деле о нападении на Льва Лещенко. Исполнители преступления на Льва Валерьяновича погибли несколько дней назад в тюремной камере, однако удалось установить заказчиков преступления, которые также понесли самое суровое наказание. С достоверностью 100% стало известно, что заказчиками преступления против Льва Лещенко стали представители высших эшелонов власти Республики Башкортостан. Они боялись антикоррупционной проверки и препятствовали приезду артистов. Более того, в городе Уфа были закрыты два филиала антикоррупционного комитета. Вчера вечером были арестованы все пять заказчиков преступления против Льва Лещенко. А именно, генерал-полковник внутренних дел Ильдар Баймиратов, генерал-лейтенант МВД Денис Багаудинов, генерал-майор полиции Альберт Давлетов, полковник ФСБ Талгат Загидулин, подполковник ОМОНа Рафаэль Ямалединов. Однако арест преступников закончился трагедией для главного заказчика преступления против Льва Лещенко. Сегодня ночью в тюремной камере ушел из жизни по собственному желанию генерал-полковник внутренних дел Ильдар Баймиратов. Против четырех других полицейских начальников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь человека» и «Заказное преступление». Увы, трагические новости поступили о Льве Валерьяныча Лещенко. Несколько часов назад легендарный певец перенес остановку сердца и клиническую смерть. Уже вторую неделю Лев Валерьяныч находится в критическом состоянии. По словам лечащих врачей, организм 82-летнего артиста сильно истощен, и ему трудно бороться за жизнь. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня в Санкт-Петербурге задержали актера Дениса Сергеева за передачу секретных данных, сведений об армии Российской Федерации. Несколько недель подряд молодой человек передавал противнику данные, которые могли быть использованы против армии Российской Федерации. В частности, речь о возможном ущербе одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Следственный комитет России и антикоррупционный комитет поставил запрет на восстановление развлекательного комплекса Крокус-Сити в связи с причастностью семьи Агаларовых к трагедии и другим тяжким преступлениям. Урну с прахом члена комитета и народного артиста России Александра Анатольевича Ширвинда похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня. Напомним, что замечательный артист умер 15 марта на 90-м году жизни и церемония прощания проходила в Театре Сатиры. Состояние здоровья Константина Хабенского, на которого накануне совершили нападение, остается крайне тяжелым. Константин Юрьевич без сознания находится в реанимации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.